Оказание помощи гражданскому населению – задача военных моряков, участников международных учений Сибрис-2013. Один из этапов совместной миротворческой операции отрабатывался в акватории Одесского залива. Освобождение захваченных пиратами гражданских судов или задержание контрабанды – две наиболее распространенных операции подразделений специального назначения на море. В данном случае судно с условным противником задерживали и штурмовали бойцы спецназа военно-мородских сил и Государственной пограничной службы Украины. Фрегат Гетман Сагайдачный запрашивал судно к взаимодействию с просьбой о проведении досмотровой операции. Судно не отвечало ни на какие запросы, совершало опасные маневры. Соответственно, командирам корабля было принято решение на высадку досмотровой команды. На рейде бросили якоря флагман украинских военно-мородских сил фрегат Гетман Сагайдачный и большой десантный корабль Константин Ольшанский. Они могут оказать огневую поддержку штурмовым группам или высадить десант в случае необходимости проведения наземной операции. Действия в таких ситуациях отрабатываются совместно с партнерами по учениям – военными моряками Турции, Румынии и Грузии. Их корабли стоят в военной гавани Одесского порта и готовы по условному сигналу выйти в море. Планируется у нас на этом учении отработать вопросы оказания медицинской помощи и оказания помощи терпящим бедствия в результате землетрясения, доставки гуманитарных грузов, соответственно, эвакуация пострадавших лиц. Украинским морякам с Гетмана Сагайдачного уже приходилось участвовать в спасательной операции по эвакуации наших граждан из Ливии. Тогда стрелять не пришлось, но к этому нужно быть готовым. Сейчас украинский флагман готовится участвовать в операциях «Океанский щит» и «Аталанта». Нашим морякам предстоит патрулировать Аденский залив. Основное завдание, которое будет выполнять корабль в Аденской затоте, это пошук и затримание пиратов, которые будут выполнять садиями экипажа корабля, экипажа вертолета, так и доглядовые команды, которые будут проводить догляд подозрительных судей и затримание пиратов, доставка их на борт. Вместе с экипажем Гетмана Сагайдачного в проведении антипиратских операций, возможно, задействуют и большой десантный корабль «Костянтин Ольшанский». В всех научениях надзвичайно великий досвид отриман экипаж корабля. Это при плавании в складных умовах на мелководье. Мы вчера видели, работали на мясочной банке, там тоже мелко, техника работает на снос, но корабель, экипаж полностью готовый. По итогам учений украинские корабли пройдут сертификацию согласно стандартам НАТО. Это будет условием равноправного участия наших военно-морских сил в международных операциях.